Этот гороскоп на неделю вам ни в коем случае нельзя пропустить. Очень много событий, которые могут повлиять на вашу жизнь. А именно, Венера меняет свой знак, Новолуния в Раке, Пост Экадаши, Накшатра Пушья. Всё это ожидает нас на предстоящей неделе. А теперь давайте обо всём поподробнее. Неделя предстоит насыщенной. Июль заканчивается, начинается август, И август сам по себе, Он очень много может принести различного рода изменений. Но даже самый конец июля принесёт астрологические события. А именно, 31 июля Венера поменяет свой знак. Венера перейдёт в знак Льва, И весь август у нас может быть достаточно завышенное требование к нашему партнёру. С точки зрения поиска отношений, Это может быть немного проблематичней, Поскольку опять же будут высокие стандарты. В отношениях семейных тоже может быть потребность, Чтобы партнёр делал больше. Или некий момент сравнения. Что благоприятно в этот период делать? Постараться больше идти в своё развитие Относительно венерианских качеств. Это может быть тема красоты. Но также Венера может вас подвигнуть к каким-то покупкам. Весь август покупкам ради роскоши или бренда. Но стоит учитывать, что именно в этом месяце будет ещё и ретро-меркурий. Поэтому, пожалуйста, не торопитесь покупать какую-либо вещь, Если она вам прям вот без надобности. 31 июля нас ожидает пост Экадаши. Все те, кто знает о пользе этого поста, Пожалуйста, поделитесь со своими ближними. Не держите такую информацию только лишь для себя. Поскольку я, все мои клиенты на практике ощутили, Насколько это благоприятный период для того, Чтобы отказаться от пищи в идеале, от воды. Либо, если вы практикуете впервые, Хотя бы отказаться от пищи животного происхождения И любого рода интоксикации. Это такой специальный день, если говорить простым языком, Где вы можете проработать плохую карму и наработать хорошую. Поэтому пользуйтесь. Таких дней бывает всего лишь два раза в месяце. И один из них будет уже 31 июля. 3 августа нас ожидает всеми нами любимая Накшатра Пушья. И вот здесь очень актуально, Если вы хотели себе купить какую-то обновку, Поскольку потом начнется период ретро-Меркурия С 5 августа, уже с понедельника. Поэтому как раз 3 августа, суббота – это благоприятный день для покупок. Это благоприятный день для того, чтобы делать практику Пушью, А именно надеть любую новую вещь. Не пропустите этот волшебный день. И самым главным событием этой недели будет Новолуния. Новолуния в знаке эмоциональном знаке рака С точки зрения ведической астрологии. И оно будет влиять на нас всю неделю. Возможно, вы уже почувствовали влияние этого Новолуния, Поскольку здесь это дает сильную эмоциональность, чувствительность. Мы как-то немножко оголены в своих чувствах в этот период. И соответственно, на что это может влиять? Какие-то минимальные моменты могут восприниматься От позитивных до даже негативных слезами, К примеру, если вы восприимчивы. Или очень вы можете быть ностальгически настроены. Что важно? Именно в сам день Новолуния неблагоприятно принимать любые решения. Бережнее относиться к своим отношениям с детьми. Это будет очень сильно на них влиять всю неделю. И в особенности 4 августа. И постараться в этот период убрать все лишнее, Разгрузить пространство вокруг вас. Это принесет очень благоприятные перемены. Как эмоциональные, так и финансовые. Если что-то планировать на этой неделе, То лучше на первую половину недели. Все же она с точки зрения энергетики Немножко более мягкая. И помните, что текущая неделя Это завершающая неделя перед наступлением ретро-меркурия. Поэтому если вы все еще не успели Делать какие-то дела, подписать документы, Что-то купить, у вас еще есть шанс. Вот такая нам предстоит неделя. Надеюсь, информация была полезной. И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова